Итак, всем привет! Решил записать короткое видео из цикла Моменты моей жизни. На данный момент у меня два видео. Это формат. Вот я решил записать третий выпуск, как бы. И он будет посвящен игре. Томп Райдер 4 The Last Revelation, вот. Как я с ней познакомился и при каких условиях. Ну, дело было так, что после того, как держит Куменс, прошло несколько дней, недель. Вот. Мне купили этот диск на Dreamcast. Томп Райдер 4 The Last Revelation. Вот. И я начал в него играть. И игра мне показала очень сложная, но в то же время интересная, потому что я люблю эту всю арабскую и египетскую тематику. Вот. Вот. Я так играл и проходил по книге. Сначала просто так играл, а потом стал читать про колени по книжке. Вот. И вот я дошел до такого момента. Там, наверное, большая часть игры прошел. Там был какой-то замок. В общем, там надо было прыгать по платформам. На полу были такие огромные шипы. Огромные шипы были практически вот, знаете, вот. До потолка практически они были. Вот. И вот этот момент, этот момент, настало время отмечать из сорок дней как раз со смертью дедушки. А, да, да. Как раз я вот до этого замка еще в миссию. В миссию, где на джипе Лара ездит по пустыне. От бандитов проходила как раз. Вот. И родители и бабушка стали готовиться к сороковым дедням. Вот. Для меня это все было, как сказать, ново. Вот. Для меня это было все ново, потому что я никогда не... Дни как-то подготовку осилили быстро. Вот. Ну, это тоже было для меня все ново. То, что надо было вот эти дни отмечать, чтобы родственники все приходили, надо было вставать рано. Вот. Вот. Я тогда любил поспать и... Да. Одиннадцать часов. Вот. Ну, это все детали, так сказать. И вот в этот... В этот вечер, ребят, я как раз тоже бегал в Томбрайдер. Четыре на своей Дримкасте. А родители... Родители как раз стали готовить к комнату, ну, з... Залу. Да. Для того, чтобы... Ну, там, где икону поставить, там, это... Потом стол... Стол... Стол, где это самое... Можно было собраться по... Поесть. Вот. Вот. И... Этот... Этот вечер я... А, раз... Надо было... То, что за помню, как они тоже стулья переворачивали в зале. И... И то, что... Я как раз... Помню, то, что они не зажигали свет, а при... Включенном светильнике все это делали. То есть, комната была... Она... Погружена... В... Так... В такой... Этот... Э... 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 Была... 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 Во-первых... Зима... Вот. Э... 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 Когда т... 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 Темнеет... Э... Т... Темнеет... Все равно... Уже рано... Они начали подготовку уже с вечера, и было уже двадцать тысяч с чем-то часов, а они ещё подготавливали всё это дело, и вот я поиграл, сел в зал, и стал смотреть, как они там стулья пододвигают стол, стулья там подготавливают места там, ну короче там надо было почему-то мебель двигать, чтобы видать те, кто придут молиться, они смогли все мститься. Вот такой вот небольшой выпуск, ещё один выпуск, это третий выпуск, моменты моей жизни, и я, ну как давно, достаточно давно хотел рассказать об этом, так что вот такая сейчас есть, запомнился у меня такой момент, уже дни, когда я играл в Tomb Raider 4 на Dreamcast, и смотрел, как идёт подготовка к сорока дней, с тех пор, как он ум... дедушка, вот такой выход, вот, это мне запомнился, я решил, что вам сказать. Ну, а этот выпуск я закончил, а остальные новости я расскажу отдельно в других видео, а пока, ребят, всем удачи, и... увидимся в новых видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok